Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня воскресенье, поэтому я просто озвучу несколько интересных новостей по криптовалютному рынку, которые практически за последние 24 часа стабилизируются, то есть цены движутся вбок. Завтра, конечно, понедельник. По понедельникам мы начинаем с просмотра графиков. Я имею ввиду, завтра проанализируем график биткоина. Поэтому давайте сегодня начну и озвучу несколько интересных новостей. Первое. Давайте вспомним, что недавно или в середине текущего месяца в Эл-Салвадоре, первая страна, которая приняла в прошлом году биткоин в качестве национальной валюты, состоялось такое мероприятие, где банкиры 44 стран встречались и обсуждали цифровую экономику, и в частности биткоин, применение биткоина, внедрение биткоина в Эл-Салвадоре. И вот мы знаем это, обсуждали вот список этих банков, представителей, которые присутствовали в Эл-Салвадоре и так далее. То есть видно, что на глобальной арене мы знаем интерес со стороны крупных центральных банков и институций к биткоину и к криптовалютам растет. Итак, эта история не заканчивается, видимо она будет продолжать, потому что глава криптовалютной биржи Binance, Сизи, встречался пару дней назад с президентом Казахстана, чтобы обсуждать внедрение криптовалют в Казахстане. Вот он Сизи, вот он практически президент Казахстана. Конечно, здесь было очень много дополнительных, интересных новостей. Сизи встречался там с другими министрами и важными лицами в Казахстане, где обсуждали внедрение криптовалют. То есть я, когда читаю такие новости, понимаю, что потихонечку криптовалюты внедряются все больше и больше. Безусловно, Binance, видимо, делает это биржей Binance, или Binance делает большой прогресс по всему миру, когда они практически кооперируются с центральными банками и с министрами встречаются и так далее. Я думаю, что, видимо, Казахстан практически идет по этому пути по внедрению криптовалют. Посмотрим, что за сюрприз мы еще увидим в Казахстане. Может быть очень интересная и приятная новость в ближайшие месяцы, в течение года мы по Казахстане увидим. Так что это интересная встреча. Посмотрим, каковы будут рано или поздно результаты. И как я уже упомянул, мы видим все больше и больше таких новостей. Криптовалюты, там президенты, министры встречаются и обсуждают. И Сизи практически сделал и другие практически успехи. Они практически вот здесь сейчас увидите, есть такие новости на итальянском языке. Почему? Потому что Binance биржа практически получила регистрацию в Италии. То есть, видимо, они будут обслуживать большую часть своих европейских клиентов через Италию. Но когда я говорю европейских, Европейский Союз, вот здесь написано 27 мая Binance получила подтверждение от регуляторов для того, чтобы они смогли работать легально в Европейском Союзе через Италию. Хочу напомнить, что также месяц назад они получили такое же подтверждение или лицензию и во Франции. То есть, это ключевые такие крупные страны, мы знаем, в Европейском Союзе, Франция, Италия. То есть, безусловно, Binance захватывает, если так могу сказать, потихонечку Европейский Союз. То есть, это мощная биржа получается. Я не видел, чтобы другие такие крупные биржи смогли сделать такой большой успех в последнее время. То есть, это Италия. Следующее, что я хочу сказать, есть и, конечно, другие интересные новости. Давайте перейдем к новостям по России. Ну, я с целью открыл Euronews. Но эта новость была везде. Что в России обсуждается все больше и больше внедрение криптовалют в качество платежей для международных платежей. Вот здесь есть такое заявление. Иван Чебесков, глава финансового департамента, Министерства финансов в России, сказал, что идея пользования криптовалют в международных транзакциях все больше и больше обсуждается. И, соответственно, видимо, что в России потихонечку тоже перейдут к пользованию криптовалют на государственном уровне, имею в виду, для международных платежей на фоне вот этой геополитической обстановки, когда есть санкции, финансовые ограничения и так далее. То есть, безусловно, биткоин, видимо, будет внедряться в Россию все больше и больше. Давайте вспомним, что глава биржи Binance также встречался и в России с представителями банковского сектора. То есть, ну, видимо, криптовалюты не исчезнут. Ну, в частности, имею биткоин. Да, конечно, некоторые криптовалюты или многие из тех, которые мы на данный момент видим, исчезнут, потому что вряд ли есть необходимость в там тысячи криптовалют останутся. Безусловно, биткоин, другие стабильные криптовалюты, то есть блокчейн индустрия не исчезнет. Тут некоторые практически криптовалюты исчезнут, которые оказались хайпом или пузырем. Это вопрос времени, но с такими новостями мы понимаем, что в долгосрочной перспективе блокчейн индустрия будет все больше и больше развиваться. И последнее, что я хочу упомянуть, это уже совершенно другая тема. Создатель токена или экосистемы Луна, Тера, Доквон. В последние практически несколько дней все больше и больше я говорил по поводу запуска нового токена Луна. Вот он уже начинает торговаться. Здесь написано, что торгуется на криптобереже Куоби. Здесь можно посмотреть на другие новости, что вот наш токен уже торгуется и на Кракен и так далее. И вот они запустили новый токен. Давайте посмотрим, что там происходит. То есть за последние 24 часа все больше и больше бирж практически поддержали этот токен, чтобы он у них торговался. Давайте посмотрим на цену нового токена. То есть текущая цена 6 долларов 18 центов. Тут большая волатильность на самом деле. Вчера практически, когда он начал торговаться или отслеживаться крупными биржами, стоил там примерно 18-19 долларов. Было падение, сейчас маленький отскок, но вот она практически цена. Я что хочу сказать, будем следить за этим токеном. Я точно не буду здесь заходить, ни покупать, ни продавать. Я скептично отношусь к таким форкам. Но я просто это хотел озвучить, потому что тема по Тера и Луна была очень актуальной. Она еще остается актуальной в последние практически дни и недели. Следим за ситуацией. Если у вас были такие токены, посмотрите, если ваша биржа уже вам зачислила новый токен, потому что тут был форк. Есть сейчас Тера Луна и предыдущий токен получается Тера Луна Классик. То есть два токена уже будут сейчас параллельно идти и торговаться. Посмотрите, если у вас уже зачислили новые токены, если вы имели этот токен Тера Луна до практически вот этой ситуации, которая происходила в последнее время. Я еще раз хочу сказать, я далеко от таких экосистем и воздержусь и не буду интересоваться и новым токеном. Также с точки зрения инвестирования, да, цену буду отслеживать чисто из-за любопытства, но ни в коем случае на данный момент не собираюсь, может быть, и в будущем покупать этот токен. Это мое личное мнение. Итак, друзья, у меня на этом все по новостям. Спасибо за просмотры. Поделитесь вашим взглядом или новостями по криптовалютному рынку в качестве комментариев ниже этого видео. А я вам всем, конечно, желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, наслаждайтесь выходных, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотры.